приветствую вас дорогие друзья наконец-то мы добрались до обзора кухни и начнем же конечно с мебели на очень оригинально сделано все фасады и крашеные мдф и нижние шкафы сделаны как цельный элемент были смонтированы основные корпуса из дсп снятые размеры и отфрезерована такая вот обрамляющая каждый фасад рамка на всю длину нижних шкафов то есть получили единый элемент очень круто смотрится и не очень оригинально под варочной панели у нас расположена 120 сантиметровая шуфлядная выдвижная с подсветкой для столовых приборов кровь под мойка же у нас также сделано выдвижная шуфляда для мусорного ведра а сверху просто сделана имитация для того чтобы закончить всю композицию нижних шкафчиков верхние шкафы у нас также сделаны из мдф окрашена на самом стекле у нас наклеена рамочка из мдф цельные тоже также без каких-то переходов все красиво сделано сам корпус у нас из дсп но весь наружные наружные части облицованы также мдф окрашены то есть нигде у нас дсп не торчит слева у нас и снизу также мдф окрашенный с фрезерованной подсветкой по поводу верхних шкафчиков они сделаны для уже декоративных целей так как у нас слева газовая труба справа у нас плинтус они открываются также можно использовать но больше не несут декоративную функцию по поводу газовой трубы мы с ней ничего не смогли сделать она изначально была спрятана и шла через ванную комнату но уже когда отделка была завершена газовики пришли и нам обрезали газ там и повели по наружу поэтому здесь мы бессильны были это законы и чтобы все это дело согласовать нужно сделать именно так многие обратили внимание на центральную часть кухни здесь нету самого шкафа здесь смонтирован короб из гирсокартона в которую уже смонтирована вытяжка весь он открашен эмалью для практичности так как над плитой это бы долго не прожило с обычной краской чтобы получить доступ к подключению у нас снимается левая сторона шкафчика то есть это фальш стеночка выдвигается и получаем доступ к самым розеткам и подключению подсветки под кухню и самой вытяжки по поводу покраски стен у нас для раковины покрашена стена саму покраску я не приемлю в ремонтах так как у нас это самый дорогой вариант отделки и самый непрактичный но это единственный материал который дает нам широкий спектр цветовых решений и равномерно однотонных поверхностей поэтому в данном случае мы подобрали цвет основного фона для эмали и покрасили эту стенку эмалью соответственно она будет мыться и достаточно будет практично также снизу у нас сделана бортовка из дсп чтобы на основную стену не попадала грязь самой раковины столешница на кухне это дсп эгер дуб галифакс натуральный отличный материал хорошо имитирует дерево на подоконнике у нас на натуральный дуб лакированный не решились использовать дубовую столешницу для самой кухни так как она меньше больше подвержена будет механическим воздействием и дсп продержится гораздо дольше и сохранить свой презентабельный вид столешница стоит около 150 долларов 4-метровая планка поэтому как бы это не так дорого за такой эффект если столешница хорошо все стыки прогерметизированы проблем с ней не будет плинтус на столешнице изготовлен из это же в дсп от фрезерона до нужной нам толщины и высота примерно его 12 сантиметров также все прогерметизировано и приклеено к стене получили такую целостную чашу из дерева очень классно смотрится и уютно слева от кухни у нас была выстроена ниша для холодильника скрытого и такого функционального пенала скрытые холодильники они достаточно небольшие поэтому при покупке оценивайте размеры если у вас семья большая его будет мало что касается отделки все окна у нас обрамлены молдингами чтобы завершить композицию именно напольных молдингов и плинтусов радиаторы заменены на более симпатичные и подоконники также сделаны из дерева для создания уюта и тепла видим молдинги они покрашены эмалью очень хорошо моются и стенка частично оклеена обоями на полу у нас паркетная дощечка боя на это маленькие дощечки выложены лесенкой уже готовые лакированные стык сформировались плиткой с помощью герметика так как паркетная доска наклеена и подвижка у нее минимальная формируемость герметика так проверено и самый симпатичный он долго сохраняет свой вид и проблем принципе только с ламинатом им с ним могут быть так как он ламинат уже может выдавить паркет на клею он более стабилен и демпферы из пробки они портят вид как бы до их можете лесообразнее использовать но вид они как бы придают не очень симпатичный по поводу полиуретановых герметиков они быстро вымазываются и набирают себя пыль либо акриловые паркетные под лак они также очень мягкие и быстро изнашиваются по поводу силикона при его качественном нанесении несоздание пленочки по краям он будет всегда чистый и красивый кухню коридор у нас разделяет такая ферма которая покрашена графитовый цвет с матовым стеклом визуально разграничивать данные помещения и создает уют то что мы на не находимся в коридоре газовая труба у нас немножко подпортила вид но с ней мы не смогли не ничего не сделать как бы мы не старались одна дверь обрамлена порталом из мдф без обналички чтобы не создавать массивность так как помещение здесь небольшое все напольные плентуса двери и часть мебели покрашены в один цвет подбирали разные краски но подобрали один цвет нере она покрашена эмалью ни в коем случае не красим нижние плентуса если не под покраску матовая краска так как они быстро приходят в некрасивый вид и очень быстро замызгиваются и отмыть их уже будет проблематично красим эмалью и с ними проблем нет не будет двери мы восстановили старые там массив ольхи был коричневого цвета мы их перекрасили а коробку уже изготовили по текущему размеру стены после штукатуривания и изготовили такую вот оригинальную обналичку с такими вот кушали и теперь идем в зал зале к сожалению мебели нету мы и ждем также как и в коридоре и спальне поэтому подписывайтесь на канал и не пропустите следующий выпуск когда у нас будет вся мебель и покажем всю красоту данного ремонта на дальней стенке у нас видим рамочки там будет стоять у нас у нас диван и за ним был изголовье будет у нас эти рамки украшать радиатор вынесен справа от окна и никаких проблем с запотеванием окна нету так как делался ремонт всю зиму и проблем там не было часть которая под батареи у нас старая батарея где была у нас утеплена и смонтированы такие вот полочки из дсп также окрашена в цвет который на стенах порог облицовым паркетом и обрамлен плинтусом на потолке встроенный трековый светильник цен это центр света на закругленных углах у нас снизу использован гибкий полиуретановый плинтус а сверху мы используем обычный так как гибкий на такой радиус не изогнется и поэтому оставлю ссылки в описании видео в котором рассказывал я когда-то о том как согнуть данный плинтус на такой радиус джаза на джаза а джаза Продолжение следует...